Кстати, по этому критерию в премии «Лидер промышленности Москвы» тоже есть номинация. Завод в эксплуатацию промышленного объекта в этом году отметили производители оборудования для радиационного контроля. Недавно предприятие переехало в свое новое здание площадью 13 тысяч квадратных метров. Работать теперь куда просторнее. Сюда приезжают большие машины, от маленьких до огромных. Здесь разгрузка, сортировка, распределение материалов. Часть из них после первичного заготовки попадает в цех. Лаборатории, станки, пространство для разработки и демонстрации. В новом корпусе трудятся 500 человек. У компании два основных направления. Портативные приборы, например, дозиметры и радиометры. И большие системы радиационного контроля. Без них не обходится ни один объект, где имеют дело с ионизирующим излучением. Атомные станции, предприятия, которые производят топливо, хранилища. И еще один пример очень интересный – это ледоколы. Ледоколы, плавающие энергоблоки – это очень важное направление для страны. И вот здесь вы можете увидеть, как в реальном времени испытывается, прогоняется система самого большого ледокола в мире, который будет построен на Дальнем Востоке. Ледокол проекта «Лидер». Или вот еще одна собственная разработка компании – условный сандпропускник. Такая аппаратура устанавливается на предприятиях, где есть риск облучения. Устройство помогает определить, попали ли частицы на одежду или на тело человека. Человек после смены прикладывает пропуск, открывает дверь, заходит внутрь. Следуя инструкциям установки, он обмеряется с одной стороны, после – с другой стороны. Соответственно, если где-то на его спецодежде, на участках тела присутствует какое-то радиоактивное загрязнение, установка выдаст об этом сообщение и отправит работника дальше на дезактивацию. Пожалуйста, приложите пропуск к считывателю. Ежели все чисто, мы выходим наружу и спокойно идем домой. Этой компании уход иностранных конкурентов тоже сыграл на руку. Спрос на устройство радиационного контроля растет. И даже нынешние возможности, учитывая новое здание, вот-вот достигнут предельных показателей. Не исключено, что скоро предприятие снова будет претендовать на премию за успехи в строительстве новых объектов. Мы думали, что 13,5 тысяч – это просто космос, нам хватит на всю жизнь. Прошел год, нам уже не хватает места, но мы это здание используем по полной, сверху донизу. Мы хотим строить еще одно, мы хотим найти где-нибудь площадь в Технополисе, попросить у города еще земли, чтобы построить второе такое же здание.